МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Краевое следственное управление предъявило обвинение в халатности сотрудницы отдела по образованию администрации Заринска. По версии следствия, специалист не предприняла мер к охране прав детей, находящихся под опекой местной жительницы, которая жестоко обращалась с ними. Ходатайство о временном отстранении сотрудницы от занимаемой должности направлено в суд. Расследование уголовного дела продолжается. Тем временем, уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева считает, что органы опеки должны тщательнее следить за детьми в приемных семьях. Она разработала дополнительные предложения по сопровождению таких семей и представила их губернатору Виктору Доменко. Поводом послужила громкая Заринская история. Напомним, женщина усыновила семерых детей, и, как рассказывают сами, дети жестоко обращалась с ними. Врачи обнаружили следы побоев, у одного мальчика была сломана нога. Как отпочеркнула Ольга Казанцева, сейчас состояние пострадавших удовлетворительное. Детям ищут новых опекунов. Если дети сегодня будут согласны, документы подготовлены, уже сегодня дети могут быть в новой замещающих семьях. Сколько детей там у нас? Шесть. Шесть детей готовы проживать в замещающих семьях. И пострадавший ребенок у нас помещен в Центр, в Центр, в Центр помощи детям, оставшимся без попечения. Ольга Казанцева отметила, теперь за семьями, где есть приемные дети, органы опеки будут следить с повышенным вниманием. Губернатор, в свою очередь, поручил взять на особый контроль работу самих районных и городских органов опеки. В частности, вести приемную семью в течение года, если для ребенка это не первое усыновление. Все предложения скоро внесут в нормативные документы. Ситуацию в Заринской семье Виктор Томенко поручил держать на контроль. Хорошо. Во время проверки готовности технопарка к зиме. Всего в Барнауле более 240 единиц. Это снегопогрузчики, грейдеры и самосвалы. Некоторые из них находятся в ремонте. По словам специалистов, больше всего ощущается нехватка комбинированных дорожных машин, которые могут работать и зимой, и летом. В прошлом году технопарк удалось немного обновить. Закупили 10 уборочных машин. Следующее обновление произойдет не раньше нового года. Но, как отметил Сергей Дугин, на предстоящую зиму дорожного оборудования достаточно. Что нас беспокоит, это большой износ нашей техники. Это порядка 80%. Мы ограничены, конечно, бюджетом, но в любом случае его надо приобретать, потому что так просто дождаться, пока она вся у нас выйдет из строя, наверное, это неправильно. Напомним, дорожники обязаны контролировать более 7 миллионов квадратных метров дорог, почти треть из них сельские. Сегодня в Бииске представители Общероссийского народного фронта проверяют безопасность пешеходного перехода у школы номер 8. Он вошел в список самых аварийных в стране. Это подтверждает и недавнее ДТП, в котором как раз на этом переходе сбили пешехода. Накануне активисты ОНФ проверяли переходы возле барнаульских школ. Одна из них на улице Песчаной. Жители постоянно жалуются на то, что эта дорога для детей небезопасна. Со стороны Красноармейского вот до вот этого момента, до вот этого момента Песчаной улицы, детям ходить вообще невозможно в школу. Тротуар просто обрывается. Такой сюрприз от дорожных рабочих уже много лет наблюдают сотрудники и ученики лицея номер 122. Заасфальтировать нужно и площадку перед входом. Всего в краевой столице 48 школ выходят на проезжую часть. Оборудовать по всем правилам осталось 6 пешеходных переходов, в том числе около краевого лицея интерната на улице Попанинцев. Здесь, как и на Песчаной, на переходе нет перильных ограждений специального мигающего светофора, который бы привлекал внимание водителей. В списке немало замечаний по организации движения пешеходов у школ. Недостаточное освещение подходов к пешеходному переходу, оно действительно у нас отсутствует. Значит, сделали, как одно из замечаний, отметили избыточное скопление воды, потому что здесь действительно построен был валик, но этого недостаточно. Значит, отсутствие тротуаров. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Эвалар». Для здоровья суставов принимайте комплекс «Хонда». Это максимум коллагена, хондроитина, глюкозамина и гиалуроновой кислоты. «Хонда» — всё, что нужно для здоровья суставов. Почувствуйте разницу. «Эвалар» — выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность. Возможен дождь. Температура в Камнино-Обит, Альменки, Алейские и Кулунде около 7 градусов, Заминогорский и Рубцовский до плюс 8. В Барнауле юго-западный умеренный ветер и до 7 градусов выше нуля. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. У меня на этом все новости. Хорошего настроения вам и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин